Мы сейчас находимся вот здесь, вот, а придём мы на замковый остров. Ну, действительно, прям как настоящий европейский город. Слушай, как после бомбёжки находится здание, так выглядит. На улице стоят очень вкусные ароматы, здесь очень много всяких булочных. И самый популярный вопрос от туристов, есть ли в доме Толи. И где-то жалуются люди, что они живут в ветхом жилье, а это 16 век. Он более нажористый, чем вот этот вкусный на самом деле. Выборг. Выборг, расположенный на северо-восточном побережье Финского залива, некогда входивший в состав Швеции, Великого Княжества Финляндского, нашёл свою гавань в составе России. Культурное наследие города напрямую переплетается с его прошлым. Выборгский замок – это сердце города. Именно в этом месте была заложена его история, ознакомиться с которой сегодня приезжают много как российских, так и иностранных туристов. Друзья, всем привет! Питер – это не единственный европейский город. Сегодня мы приехали в Выборг. Этот город находится на границе с Финляндией. История этого города начинается аж с 13 века. В первый раз сегодня здесь будем знакомиться с городом, погуляем по улочкам, посетим, конечно же, его главную достопримечательность – Выборгский замок. Перед просмотром видео обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и давайте знакомиться с городом вместе. Здесь вот, смотрите, такая информационная доска есть, где написаны все достопримечательности Выборга. И, честно говоря, я сейчас подошла, и я удивлена тому, насколько здесь много всяких памятников, архитектуры и истории. Посмотрите, костёл, дом на скале, усадьба Бюргера. Мы сейчас находимся вот здесь, вот, а пойдём мы на замковый остров. Посмотрите, в каком интересном историческом здании находится ресторан. Кстати, это круглая башня, и она построена в 16 веке. Сейчас мы идём по улочкам, они такие узенькие, и посмотрите, они вымощены брусчаткой. Сейчас солнце сюда даже не попадает. Вокруг небольшие магазинчики, лавки. Точно такие же подворотни, которые закрыты. И доступны исключительно тем, кто живёт в этих дворах. Ну, действительно, прям как настоящий европейский город. Такое ощущение и складывается. Слушай, как после бомбёжки находится здание. Так выглядит. Это что, клуб Малтика? В таком тоже интересном здании находится. Слушай, ну обшарпанные здания. Как будто не проводили реставрацию, я уже не знаю, сколько лет. Очень много, конечно. Десятилетий. Да, очень симпатично, но в любом случае. Да. Обшарпность, это и имеет свой шарм определённый. О, какое здание! Всё, идём смотреть. Историческое. Да. Что там... А, усадьба Бюргера. Ого. Здорово. Здесь сувенирная лавка. Чем может гордиться Выборг, так это выборгским кренделем. Это особая разновидность кренделей, которая готовится здесь с 15 века по секретному рецепту. Первоначально этим занимались монахи, но вскоре в городе появилось своё производство. История даже помнит так называемую крендельную войну, в которой представители двух семей боролись за признание в качестве хранителей единственно верного рецепта. Сегодня попробовать выборгский крендель можно во многих заведениях города. Только настоящего, правильного рецепта кренделя до наших дней не дошло. Известно только то, что в основе кренделя лежали различные пряные травы. Крендель стал не просто хребобулочным изделием, а главным символом города. Можно отведать блю, кренделёк, кофеёк. Местный герой, как сказали, что если подержаться за её веник, то она может исполнить женские желания. Держимся, загадываем. Впереди рыцарский дом. Кстати, вот и они, часики. Смотрите, а здесь дворики открыты. Давайте посмотрим, как живут местные жители. Вот такой вот дворик. Двухэтажные домики. И самые обычные подъезды. Ну, да, типа, люди заболевали. Ха-ха, вот. Вот, это улица крепостная. Она как раз таки выходит к замку. Смотрите, какое здание красивое. Очень много, кстати, туристов, несмотря на то, что холодно достаточно. Где-то градусов 6 на улице. На улице стоят очень вкусные ароматы. Здесь очень много всяких булочных, кафешек и ресторанов. Запахи вкусные доносятся. Были ли вы когда-нибудь в таких вот городах? Возможно, вы были за границей? Напишите, где. Вот ещё один дворик. Здесь уже всё куда более скромнее. Чем-то похоже на питерские дворы. Кстати, сейчас в некоторые рестораны, у которых очень хороший рейтинг, посмотрите, какие очереди. Уж очень здесь красивые европейские улочки, площади, дворики. Постоянно только хочется доставать телефон, фотографировать, фотографировать. И сейчас, когда город озарён лучами солнца, ну, правда, невероятная красота здесь. Выборгский замок – это главная достопримечательность Выборга. Это сердце города. Он является единственным сохранившимся средневековным замком европейского типа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Резко водное начало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Первоначально замок имел абсолютно другой вид. Во время своего рассвета в 15 веке перестраивались крепостные стены и построились как раз-таки башни. Во время Северной войны очень замок сильно пострадал после обстрела артиллерии Петра Первого. И уже потом, после того, как русские получили этот замок во владение, он так же перестраивался и преображался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот он, внутренний дворик. В общем, сходили до кассы, забавная ситуация. Они пускают 20-25 человек в час, и все билеты уже, к сожалению, на смотровую площадку распроданы. Они советуют... Единственная возможность туда попасть это на 6 часов вечера через интернет забронировать билет. И в 6 вечера уже темнота, ничего не будет видно. Поэтому, если вы приезжаете сюда в условиях коронавируса, заранее заказывайте билет через интернет. Смотровая площадка — это вишенка вот этого всего замка, потому что там открывается, ну, понятное дело, невероятно красивый вид на город. Они даже повесили вот такую табличку, что все билеты на смотровую площадку распроданы, но можно сходить, например, в музей. Как я поняла, вот этот сам вход как раз-таки в башню, и люди как раз-таки ждут, кто смог купить билеты. Было бы, конечно, очень красиво туда попасть, потому что солнечная погода. Ну, к сожалению. Ну, не расстраиваемся, ничего страшного. Даже просто здесь побывать — это тоже интересно. Раз уж мы не попали на смотровую площадку, решили сходить в музей, 350 рублей, взрослый билет, будем осматривать экспозицию. А это дом купеческой гильдии шестнадцатого века. Вот такое вот здание. Смотрите, дошли до такой башенки. Высокая, кстати говоря. Сейчас подойдём, прочитаем, что это за сооружение такое. Это у нас, оказывается, башня ратуши. В мирное время в верхних ярусах башни написано «Хранилось оружие и доспехи городского ополчения». Сегодня это музей. Мы вышли на небольшую набережную, и здесь, знаете, какая-то как портовая зона, стоят краны, ЖД-пути, вагоны, всё, где-то что-то стучит. Короче, работа кипит. Между улочек затесался вот такой вот домик. Как говорит интернет, это самый старый дом в России. В нём, кстати, две квартиры. И самый популярный вопрос от туристов, есть ли в доме туалет. И, как сказала жительница дома, да, он там есть. Только представьте, сколько здесь каждый день бывает туристов, и все ходят и заглядывают в окна. Вот так вот он выглядит. Рискнули бы вы пожить в таком домике. И рядом примыкают другие дома. И где-то жалуются люди, что они живут в ветхом жилье. А это 16 век. Да, подъезд одного из домов. Криска тут сидит. Уникальная возможность побывать в домах обычных граждан Выборга. Завершить свой вечер в городе мы решили посетить местный ресторанчик. Называется Таверна. Мы сейчас уже находимся здесь. Чтобы сюда попасть, нам пришлось отстоять очередь 45 минут на холоде. Очень сильно замёрзли. Уже сейчас делали заказ. Так что это будет в том числе, наверное, поедательное видео. Так что запасайтесь вкусняшками. Покажу вам меню в Таверне. Если хотите более подробно изучить цены, то можно поставить видео на паузу. А мы заказали пивную похлёбку на копченом мясце с грудинкой, ароматную похлёбку из лесных грибов. Даже такого блюда, поверьте, хватает, чтобы наесться. Но мы заказали ещё, чтобы показать вообще, какие есть блюда там. На второе мы взяли поросёнка тушёного в тёмном эле и рёбрышки свиные в зваре. А в качестве напитков мы взяли горячий иван-чай и облепиховый звар с корицей. Горячий иван-чай грибной супчик. Чувствуется частички грибов измельчённых. Наверное, даже сыр, травы. Вкусно, на самом деле. Это такой, знаете ли, крем-суп. Попробуем ещё второй суп, который взяли, это с копчёностями. Да, с копчёностями. Пахнет, да, как бы копчёностями. Достаточно солёный. Мяско чувствую. Абсолютно другой суп. Абсолютно прям. Чем-то на дорогу похож, но с добавлением именно большого количества копчёностей он более нажористый, чем вот этот. У него гораздо больше ингредиентов. Он такой, как бы, весной. Вкусно. Это да. Мяско легко отстаёт от гости. Сразу видно, что очень долго мяско отымилось. Попробуем блюдо коровы с соусом. Брусничный, да? Входи, да. В принципе, надо ещё раз пробовать. Ну, давай. В общем, друзья, мы уже покушали. Очень плотно, очень сытно. Тебе всё понравилось? Да, всё понравилось. Всё было вкусно, отлично. Все блюда мне тоже зашли. Очень хорошо. Так что рекомендую. Да, хорошее заведение, антураж хороший, блюдо вкусное. Так что, если будете в Выборге, забегайте сюда, ну, отстойте. Нужно, короче, будет отстоять. Отстоять очередь, и тогда попадёте уже. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте писать свои добрые комментарии, и мы, как всегда, увидимся с вами в следующих роликах. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok